Доброго времени суток всем, друзья и товарищи, с вами Рин. Мы продолжаем проходить третий сезон «Ходячих мертвецов» про новый рубеж и продолжаем смотреть на события четвертого эпизода и даже как-то чуть-чуть на них влиять. Хавьеру вместе с семьей нужно как-то выбираться из Ричмонда, но он не может это сделать без Дэвида. А Дэвида в прошлой серии Джоанну ввела на допрос, и пока что мы не знаем, как этот допрос вообще, чем он закончился, как он прошел. К тому же нам еще надо думать, как справиться со стадом «Ходячих», которые окружили Ричмонд. Их там очень много. Гейб показал Хавьеру, где находится оружейное. С помощью АВы мы туда благополучно забрались, взяли оружие. Но, к сожалению, столкнулись там с одним типом, которого, конечно, вырубили, но который, мне кажется, может нас сдать Джоан. Или еще что-нибудь сделать. В общем, я готова портить себе настроение. Это хоть и шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Думаю, что и вы тоже готовы. Так что продолжим. Ну, я вообще не планировала Лингарду все эти стволы показывать. Мне все-таки хотелось бы, чтобы именно Леонор помогла мне. Он опять на наркоте сидит. Клементина? Она искала Эйджия, наверное. Ну, я так и поняла. Но он кайфанул. Он героином вкололся, да, или чем? У него резиновый жгут там. Да, у тебя есть опыт, правда. До сих пор шрам остался, вы представляете? От укуса собаки. Ребят, я вспомнила. Да, да. Этот момент. Она как раз ведь достигла этого возраста. Ей никто этого не объяснил. Это, ну, как бы да. Два варианта подходят. Я не знаю, объяснит ли ей Хави? Скорее, тут нужна Кейт или Леонора, или еще кто-нибудь. Ну, она права, конечно. То, что с ней происходит для жизни, не опасно. Так, нам дают осмотреться, да? О, поговорить и дать пощечину. Ну, нам, конечно, придется это сделать. Осмотреть Клементина. Зачем? Взрослеет наша девочка. И, блин, и нет рядом с ней хорошей, мудрой женщины, которая бы ей все, блин, рассказала. Я не знаю, смотрели ли вы фильм Кэрри, самый первый оригинальный, или читали книгу. Это по Стивену Кингу. Ну, в общем, там... Сколько ей было? Было уже 16, когда с ней это впервые случилось, и она так испугалась, что подумала, будто она умирает. А ее мать почему-то ей нифига этого не объясняла. А когда мать узнала, то сказала, что... Ты грязная, это тебя Бог наказывает, и... Я вообще не поняла, какого черта? Мама, с тобой ведь то же самое происходило. Почему нельзя было сразу дочери рассказать? Хм... Не много осталось. И выглядит, как пейнклеры в высоте. Ну, да, это ты знаешь на своем опыте, но... Я так подозреваю, что ты тоже хотела бы... Обезболивающее. А вдруг нам пригодится? Никогда ведь не знаешь. С другой стороны, мы и так здесь не на хорошем счету. Но рано или поздно нам все равно придется отсюда бежать. Давай возьмем. Откуда ты знаешь? Свечку держал, что там все стерилизовано. Тут компьютер даже стоит. Старенький уже, правда. Что еще можно осмотреть? Открыть? А, ящик встала. Это для клемм. Она, ну... Ну, она, видимо, именно это искала, но никак не могла найти. Подожди, я думала, можно в компьютер заглянуть. Нет, нельзя. Ну, ладненько. Так, что будем делать теперь? Давай поговорим. Ну, могли бы уж на весь экран и не показывать. Хотя, с другой стороны, господи, что такого? А теперь... Давай, ты попытаешься меня золотать. Ух, какие у Хави! Там кубики, вы посмотрите. Неудивительно, что Кейт забалдела, да? О, он решил ей подробнее объяснить. Снова воспоминания? О, нет, пожалуйста. Только не рвите мне душу. Я не хочу. Как сейчас модно говорить. О, отопять жрать битое стекло, да? Горстями. Ну, это немыслимо в этом мире привязываться к кому-то и кого-то любить. Потому что ты все время всех теряешь. Гуфбол. Собака, птица, кролик. Давай кролика. То есть мы показали кролика, а Кейни решил приготовить кролика? Серьезно? Я выбираю? Огонь. Огонь. Подожди. Хворост и тут хворост. А, вот оно что. Я думаю, причем тут хворост, если Кейни ее присил зажигалку. Принести. Замбак! Бедный ребенок. Все в порядке, да. Все хорошо. Да, Ребекка. У них сначала с Клем были не очень-то отношения. А потом они подружились. Вот именно. А Дэвид просто взял их и разлучил. И вот это был очень жестокий поступок с его стороны. Ну, она скорее как старшая сестра, да? Ой, почему не перевели? Быть родителем... Что-то там неуверенное. Мне кажется, Клементина бы так ответила. Да. А с Соритой они своих детей не завели. Ну, это не так. Крем. Крем. Ну, я думаю. Ну, я думаю. Ну, я думаю. Сноу, ты- Сорвивая здесь, надея, что Велингтон будет нас в коем-коре. Я думаю, что мы найдем хорошие люди в Флориде. Может быть, даже маленький парень для этого губка. Ну, это не так. Мы могли использовать компанию. Ой, Жиза, у нас хотя уже и конец весны, но все равно не очень-то тепло. Да, это вообще давно было. Дак ей еще на подушку насекомых подкидывал, если я не ошибаюсь. Она была права. Я извиняюсь за все это саппи-саппи. Я думаю, что я просто... счастлива. Хм, первое время в неделю. Объятие всегда говорит больше, чем слова. Хорошо, хорошо, хорошо. Участлива саппи, Кенни. Как это вот, маленький человек? Хм, первое время. Хм, первое время. Хм, первое время. Мы вместе. Как долго мы уйдем, мы будем все равно. А теперь она одна. Ну, она встретила Хавьера и... Но нет ведь гарантии, что... Нам еще воспоминания показывают. А, это было уже тогда, когда Кенни умер, да? А, это тогда, когда ее Дэвид выгнал. Потому что она совсем одна идет. Наверное. Или Эйджей в домике в этом? Нет? Нет, скорее всего, ее выгнали. И она вернулась сюда, где когда-то с Эйджием пряталась. Что за шорохи? Ну, я так и знала, что это она. А что по кустам шорохаешься? Эйджей обратно, пожалуйста. Он мне нужна. Я нужна его. Это просто не будет происходить, Клэм. Да почему? Это не много, но... Я никак не могу их логику понять. Что они его себе оставили? Может, мне кто-нибудь в комментах объяснит? Я не понимаю. Что? Еды мне принесла? Спасибо, конечно, за заботу. Энергетический ботончик. Похожий, мне кажется, у Хавьера как раз был для Марианы. Бутылка воды. И что тут еще? Чили. Консервы. Или что там в банке? Или эти наподобие бобов, которые она когда-то ела. Раскраска Эйджея. Ну, может, не раскраска, а рисунок просто. Каракули такие. Да дайте ребенка. Зачем? Это опасно здесь. И сейчас... Ты... Тебе... Тебе... Что ты делаешь, ты не можешь позволять что-то случилось с тобой. Тебе нужно держаться на уровне. Планировать за это. Ты сильный. Но это не будет тебе далеко, если ты не знаешь, что ты делаешь. Или где ты идешь. Я продолжаю бороться. Мои не дали мне другую выбору. Это не время для этого, Клэм. Тебе надо быть на тебя сейчас. Это все, что ты можешь сделать. Для меня, остаться живым всегда было о том, чтобы найти людей, которые я мог бы верить, так как они верили мне. Это то, что была новая фронта. Одна льда. Мне кажется, что это не дешевле. Мне осталось дешевле. Мне осталось в последних временах. Ты найдешь тебя. Я знаю, что ты. Кто-то или что-то. Они там. Я бывала Ли. А почему она на правую сторону показывает? А почему она на правую сторону показывает? Я верю. 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 Значит, вот так она познакомилась с людьми из Прескотта. Ава тоже сильный персонаж, сильный человек и вообще неплохая девушка. Но для меня остается просто непостижим вот этот факт, что они выгнали Клем и не отдали ей и Джия. Им какое дело до него. И эту раскраску принесли как издевательство, чтобы она смотрела на эту раскраску и плакала. Я верю. Я верю. Я просто рад, что я смогла помочь. Ты пришел? Я 아직 должен спросить Лингард об этом Айджей. О, а мы, кстати, могли его сначала разбудить и дать ему пощечину, а тут он сам очнулся. Я не гнию, а вот ты, похоже, уже сгнил. Нам это известно. В смысле не выбраться? Я не знаю, что он дает. Почему ты не виноват, что он получился? Он принесет, что он имеет обязательство его к ним. Если ты думаешь так, ты не знал Айджей. Я знаю, что он из-за древних причин, я потерял Айджей. Когда Айджей унивался, Айджей был он, что наступил. Он принял личное прорывание. Он принял личное решение для этого ребенка. Ты говоришь так, как это хорошо. Я не думал, что он был виноват. Если честно, вот сейчас я вмешиваться не хочу. Да, я тоже хочу знать, где вы его прячете. Ты опять в колодце собрался, что ли? Господи, да он совсем обрустился. Сам делай, не хочу грех на душу брать. Боишься? Да вы что, серьезно? Мне еще придется ему вколоть эту фигню? Ну, знаете, человек сам об этом просил. То же самое было в первой части Life is Strange, когда Хлоя просила убить ее. Поначалу это кажется диким. Очень диким. Но потом понимаешь, что человек, раз он сам этого хочет и об этом просит, значит так будет легче. Короче, местоположение ЭйДжея мы теперь знаем. Да, ведь еще и об этом придется позаботиться. Ну, действительно, только надеяться нам и остается. Ох, прямо сейчас. Ладно. Мы позаботились о докторе Лингарде. Боже ж ты мой. Я не хотела о нем заботиться вообще. А, вот только крик не поднимай, если увидишь. А, она даже не стала заходить туда. Гейб такой обрадованный. Ай, скромняшкин. Влюбился парнишка. Первое светлое чувство это прекрасно, наверное. С Леонор сидели. Обсуждали, интересно. Свои отношения или нет. Ооо, какая прелесть. Ну блин, ну зачем ты его расстроила? Он же... Вот смотри, в обычном мире парни и девушки цветы дарят, да? А в мире полном зомбаков надо одарить оружие. С хорошими пулями. А не с такими, которые у Клема сначала были. А он не был трес. Он уже мертв. Я думаю, им не надо об этом говорить, но... А с Абой почему бы не обсудить? Она ведь тоже девушка все-таки. Гребаный карась. Классное выражение. Ум... Ммммм. Мммм. Застрелим ее, найдем союзника, вернем власть с Дэвиду. Я думаю, союзников. С другой стороны, убрать вожака, может быть, было бы лучше идеей. Но, может быть, ее и необязательно застреливать. Но Трип точно хочет ее застрелить. Ну, давай. Ну, давай. Звучит, как план. Играж подтормозила чуть-чуть. Не будем на Гейба все валить. А, блин. Нет, я не хотела. Я не хотела, чтобы он Гейба упоминал. Надо было сказать, что ничего не случилось. Все в порядке. Гейб, ну прости, я правда не хотела. Еще перед Клемм хорохорится, судя по всему. Ну, ребят, ну... Он имеет право на то, чтобы нам помочь. Зачем его отговаривать? Это не стоит. Это стоит смерть. Это не стоит смерть. Это более важен для меня, чем у кого-то. У меня есть гейба, и я знаю, как его использовать. Никакой, кто-то смерть. Не сегодня. Таким образом, мы должны взять время для того, чтобы все будет хорошо. Никаких здесь не будет позволить тебя быть мертвец, Гейб. Твоя жизнь стоит precious. Какого-то смысла? Но... Ну, скорее всего, это и Сафрансин, или не знаю. Ну, как знаешь, но... Пусть с тобой все будет в порядке тогда. Держись. Не вздумай умирать, понял? Ну, я не говорила, что хочу завалить Джон, это Трип сказал. Пусть с тобой все будет в порядке. Но, как я говорила. Она притонана Дэвиду. Как я говорила. Она притонана Дэвиду. Клэм, Клэм, Кэйт и Гэйб Идем за машину Я и Эллинор Мы собираемся собрать Иди сюда Иди сюда Я расскажу, когда все начнут Эйва, возьмите другую И продолжайте перейти Не важно что Я собираюсь и встретлю тебя в городе Хорошо Поехали Move out так move out Посмотрим, к чему это приведет Остается только надеяться, что Они смогут осуществить задуманное Не факт, что при этом все останутся в живых Но разобраться надо И Дэвида надо спасти Неожиданно Неожиданно Что Клэм, он тоже тебе нравится? Или ты так просто Подыгрываешь Ох уж эти ухмылочки Правильно, Клэм Ты поняла, что Как надо на него воздействовать Так Ну и что у нас? Ага, вижу Муэртас Которые там ходят Шепард написано на машине Погоди-ка, погоди Это у нас бульдозер или экскаватор или что там еще Точно Шепард Ну, я даже не знаю, может это быть отсылочка к Mass Effect Или нет, в конце концов Может быть к Half-Life, кстати Шепард, в конце концов, фамилия Более-менее распространенная Я так думаю Давай с Гейбом сначала поговорим, раз уж есть возможность Бритас Да ничего, просто Мы с тобой в одной лодке Эыыы Ты не видишь что-то в таме? Ты имеешь в виду все те мертвые, которые хотят нас съедать? Нет. Слушайте, я обману вашу энтузиазм, но если мы не работаем вместе как команда, мы все уничтожим. Ты не должен сказать ничего. Я понял. Я не должен быть взятым. Я не был встанут. Я доверяю тебе. Доверяю просто... Я и не считаю тебя ребенком, но поступил ты тогда опрометчиво. Если уж кто у тебя ребенком и считает, так это Кейт однозначно. Так, у нас вот тут куча всего. А, карта наподобие той, что нам тогда Девин дал. А, подожди, мы просто... Нет, мы можем исследовать, да. Четыре галочки. А, и все. И все, и все, и больше ничего. Так. Куда девалась Клементина? Я думала, может она и здесь где-нибудь? Вроде нет. Так, машинка. Грузовик Барсука. А, вон Клем ходит. Все, увидела. И что он тут прячет? И что он тут прячет? Да я знаю. Мне просто интересно ходить тут и осматриваться, потому что почему бы и нет. Так, это Клем. И Клем нам надо поймать и поговорить с ней. Что происходит? Спасибо. Для чего? Для помогать с Гейбом. Он проводит тяжелый период. Да, мы все. Я просто делаю, что я могу. Давайте продолжим looking for that truck. Ты понял. Даже вариантов ответа на сей раз не было. Так, подожди, мы... А, бульдозер. То есть есть бульдозер и есть экскаватор. Есть один фильм шведский, называется Звуки шума. Там была такая группа людей, барабанщиков и не только. Ну, в общем, людей, которые любили играть на нестандартных инструментах. Так вот, у них там была целая программа, четыре произведения. И одно из своих музыкальных произведений они исполняли с помощью бульдозеров. На самом деле, гениально. Мне, как ударнику и как любителю таких вот шумовых инструментов, это вообще... Настолько по кайфу пришлось. Я раз 200, наверное, этот фильм пересматривала. Вот. По-моему, даже короткометражка есть. В стиле сначала была короткометражка, потом сняли полную метражку. Шведский фильм, если что. В общем, эти барабанщики были так называемыми музыкальными террористами. Сначала они в больницу пошли, играли с помощью пациента и больничных приборов там в реанимации или где-то в палате. Потом они пошли в банк. Потом, значит, была игра с помощью бульдозеров перед то ли большим концертным залом филармонии, чем-то таким. А четвертым была игра на электростанции. Они там вырубили электричество и по проводам просто били. Но вот это была самая дурацкая мелодия, если честно. В ней как-то даже мелодии не прослеживалось. Но это был их такой своеобразный протест против классической музыки. Такси. Види, види. Я не успела, я просто не успела тупо на кнопку нажать. Я просто не ожидала. М-м-м, хорошо. Давайте. Потащили. Ух, тяжело-то как. Фига себе, громадина. А если вас засекут? Да, конечно, пригодились. Чего ты сомневаешься? Неправда. Да. 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 Ну, получается, что вы очень полезны, когда вы действительно следите. Какие направления? Не думаю, что эти парни смогут слышать с машиной до сюда. Я поставил ее в нютре. Не найти нескольких клей в ней. Я думаю, что вы должны потратить его. Попробуй не зашить себя. ну давай открываем хватай понятно скримеры я уже испугалась что опять не успела нажать вовремя сейчас бы сожрали ну хорошо как скажешь а ты их не брал разве так подожди а вот это надо порезать или нет слушай тут же были названия всяких разных проводов вот этот вот этот наверно резать не надо я надеюсь что я там лишнего ничего не не нарезала иначе будет плохо а то как-то знаете машинально то есть там были вот эти точки я бы уже сейчас по всем ткнула а потом бы оказалось что у грузовика тормоза отказали или еще чего нибудь все а то есть мне все-таки надо его порезать ну допустим по крайней мере током не долбанула можно радоваться ну допустим Может рассвет, да. Убить время, по крайней мере, это неплохо. Хавьер удивился, как будто не понял. Ну, похоже, они подружились и уже особой неловкости не чувствуют. Да, она права. Как, как ужасно, как дела, как ужасно, как ужасно, как ужасно, как ужасно, нет ничего более прекрасно обычного, как два ребенка падают за друг друга. Не знаю, что они еще есть, но чувствовать что-то интенсивно для другого человека, вроде как лучший брак. Ну, один из лучших брак. Что-то плохое, если я их как-то уважаю? Эти первые дни, предыдущие, чтобы вы получаете силу, чтобы сказать точно что-то на вашем голове. Вы никогда не получаете их верну, да? Ну, скорее уже не действовала. Я не знаю, что-то. Я не знаю, что-то. Я не знаю, что-то. Они ни разу не говорили о том, что между ними происходило, как он ее поцеловал. Я не уверена, оттуда ли я ткнула, но... Ладно. Я понимаю. Я не знаю, что-то. Я не знаю, что-то. Я не знаю, что-то. Я знаю, что мы получили моменты, ты и я. И они всегда... немного холодные, и немного обозначенные, и... может, некоторые из них не имеют ничего в целом. Да, это как отельчающее обстоятельство прям. Но что делать с Дэвидом? А-а-а-а! Мне Дэвида очень жалко в этой ситуации, честно. Мне ОЧЕНЬ его жалко. У меня прям сердце за него болит. Не-е-ет. Много трудностей на его пути было, и... мне кажется, он на самом деле может быть. Хави! Это экзекуция! Она планирует, Дэвид! Пятый эпизод я помню. Потому что... собрание будет именно в пятом эпизоде. По-моему, если вы могли просто выйти в город... Черт! Мы должны идти туда! Сейчас! Во всяком случае, судя по тому, что сейчас происходит, мне так показалось. Мне кажется, это оставят на следующий эпизод. Тебе не показалось. Да ну нафиг! Идем как на войну. Ему могут только выбить из-под ног табуретку и все. Не-не-не-не, только не это. Ах ты тварь! Зажибись. Согласилась на просьбу доктора. Еще и барсук. Офигеть, у нас отягчающие обстоятельства. Она вообще охренела. Я думаю, что ты прав. Жавиер! Я думала, что вы планируете уничтожить наш маленький партнер. Почему вы пришли сюда? Вы показываете лицо всем? Я уверен, что эти люди хотят услышать то, что вы говорите. Блг это. И блг ты, Джон. Я не могу ничего сказать для кого-то что-то говорит мою семью. Не делай это тяжело, Жавиер. Блг я. Блг ты, Джон. Блг ты, Джон. Блг ты, Джон. Она знает, что мы здесь сейчас. Да никто бы сомневался. Беседа? О чём это ещё? Что? Но мы же вроде бы... А зачем Элеонор рассказала? Я знала. Я знала. Как все факты извратили, да? Просто жесть. Я не буду делать то же самое с тобой. Двое из них вернулись за их преступления. Однако, Хави, я покажу вам одну из них. Просто одну. Чёрт, это тот самый... Это тот самый подлый момент. И если я сейчас... Тут в любом случае нельзя выбрать правильно. Нельзя. Это очень... Жестоко и несправедливо. А если я ничего не выберу, то что будет, мне интересно? Я не знаю, ошибаюсь ли я, но... Подожди, подожди, подожди. Мне кажется, я... Скотина. А тут неважно, что я скажу. Просто неважно. Ни за что. Какая ж тварь. Если бы я выбрала спасти Трипа, то убили бы его. Вот в чём заключалась подлость. Да я так и хотела сделать. Не, значит, всё-таки... Пятый эпизод будет для меня чем-то неизведанным. Выхода не было. Бежим спасать Дэвида. Он должен остаться жив. Я не переживу, если он умрёт. Просто уже плевать. Уже просто застреливаем всех, кто на нашем пути стоит. Живой. После того, что мы натворили здесь, оставаться точно нельзя. Подожди, то есть... Спасибо. Господи, я надеюсь, что с ним сейчас ничего не случится. Я надеюсь, что он выживёт. Пожалуйста. И если он умрёт, не дай бог, это ж на моей совести будет. Всё, началась просто пальба. И резня беспорядочная. Я не думаю, что мы выпутались бы. А это тот самый мудак, которого мы тогда не застрелили. Опять слезоточивый газ. Давай, Хавьер, выбирайся. Давай, родной. Давай, мы сможем. Мы справимся. Идите к чёрту. Конрад. Ну, конечно, сейчас как бы не время обмениваться любезностями. Это уже очень по-голливудски получается. Спасибо, что выручил. Это Кейт? Играш подтормозила. И тут происходит это. Это всё. Я и об этом помнила. О том, что её вот так не станет. Как же глупо, господи. Что, хотите сказать, на этом моменте эпизод заканчивается или что? Да, походу, так и есть. Значит, именно этот момент со взрывом грузовика, в котором сидела Кейт, так врезался мне в память. Боже мой. Вот это была жесть. Полнейшая. Короче говоря, как я уже и сказала, если бы мы спасли Триппа, ну, выбрали бы этот вариант, Джоанн бы приказала убить его. Ну, или самолично бы его застрелила. Если мы выбираем спасти Аву, убивают Аву. Дэвид выживает в любом случае, потому что мы успеваем его спасти. Кейт в любом случае погибает. Неважно, отталкиваешь ты её все эпизоды или, наоборот, крутишь с ней любовь. Она взрывается в грузовике. Даже не от внутреннего своего кровотечения умирает. И я выбрала вариант с Авой, хотя... Не то чтобы долго об этом думала, просто я колебалась до последнего. Потому что Трипп всё-таки был более своим. Мы с ним были знакомы ещё с первого эпизода. Он доказал, что он мужик хороший. И словами, и делом. Мы могли доверять ему больше, чем Аве, которую видели... Ну, практически в первый раз вот её увидели здесь, в Ричмонде, да. Клем её знала раньше, это да, но она не имела права голоса. Они хорошо общались, но такими уж прям подругами, судя по всему, не были. Ава была человеком, которому доверял Дэвид. И это был человек, до конца преданный Дэвиду. Это был хороший, сильный человек. Волевой, умеющий сражаться. И мне очень обидно, мне до хрена обидно, что она не осталась жива. Что в любом случае, кто-то должен умереть. Это ужасно. Но я сделала выбор в пользу Трипа, и теперь придётся с этим смириться. Вот так. Ну, а что Хавьер и все остальные будут делать дальше, мы узнаем уже в пятом эпизоде. Я искренне надеюсь, что Гейб не пострадает, когда будет прикрывать отца. И что Дэвид тоже не пострадает, да и в принципе, что все остальные останутся живы. Скорее всего, Хавьер и Дэвид ещё поговорят насчёт всего, что было. И Хавьер расскажет Дэвиду, что чувствовал Кейт. Но с другой стороны, может быть, они решат, что это уже не важно. И, конечно же, я очень надеюсь на то, что Клементина сможет найти своего маленького растяпу. Без проблем. А ещё насчёт того, что можно было не стрелять в Джоан, а заключить с ней договор. Я, если честно, не помню, какой вариант делал тот летсплеер, у которого я смотрела. Но, по-моему, однофиксственно. Вот что ты пытаешься заключить договор, что ты в неё стреляешь, всё равно дальнейший вариант событий один и тот же. Хаос, стрельба и всё в этом духе. Ну и, как лично мне кажется, всё-таки, как и раньше, в общем-то, казалось, убийство вожака стаи, оно даёт достаточно основательный толчок тому, чтобы все остальные разбежались, чтобы хоть как-то... Не то чтобы привнести мир в новый рубеж, но хотя бы попытаться установить новый порядок, что ли. Конечно, я бы предпочла на самом деле всё решить мирно. Но в случае с Джоан, я не думаю, чтобы это получилось, потому что она оказалась такой сукой, простите за прямоту. Так что вот. Всё-таки мне кажется, что каждый, кто умер в этой игре, он получил по заслугам. Что ж, увидимся в следующих сериях. Спасибо, что смотрели. И обязательно пишите свои комментарии по поводу происходящего. Субтитры сделал DimaTorzok она